Львы, доброго времени суток! Рада вас с вами приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер, и в текущем видео хочу предложить вам Тарасков на июнь 2018 года. По традиции у нас с вами всего 6 позиций. Карта покажет вам общую атмосферу месяца, и какие события наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, личной жизни, плане здоровья. И карта дадут вам совет, как провести этот месяц наиболее продуктивно. Хочу напомнить, что расклад общий, он предназначен для широкой аудитории, однозначно проиграться у всех не может в принципе. Плюс многим из нас необходимо смотреть еще Тарасков не по знаку своего лодиака, а по знаку Асцелента в натальной карте. Итак, приступим. Расслабьтесь, настроитесь на расклад, давайте смотреть. Так, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Рыцарь Пентакль, замечательная карта, она говорит о том, что все, что вы сейчас делаете на текущий момент, оно принесет плоды вашего труда. Единственное, о чем говорит Аркан, что, знаете, не торопите события. Медленно, но верно, и вы получите свой результат. Почему? Потому что, в принципе, Рыцарь Пентакль – это карта замедленных действий. Либо все то, что вы делаете сейчас, закладываете фундамент, ну, каких-то ваших планов, каких-то намерений, это все отыграется впоследствии. Поэтому не гоните лошадей, все равно вы добьете своего результата, потому что здесь вот эти вот, изображена пшеница, то есть это сбор урожая. Вы ко всему придете, но со временем. То есть не так быстро, как бы вам этого хотелось на текущий момент. Что вас ожидает в плане работы? Паш Жезлов. Паш Жезлов – это в целом сама по себе ситуация каких-то новостей, каких-то продуктивных переговоров, соглашений, подписания деловых контрактов. Если вы наемный работник, то это в целом какое-то плодотворное сотрудничество, которое может вам дать перспективы карьерного роста. Если вы человек бизнеса, то однозначно здесь проиграется ситуация плодотворного сотрудничества. Подписание необходимых договоров и в целом, скажем так, введение вашего бизнеса на новый виток развития. Если вы на текущий момент безработный, то поэтому Аркану – это сама по себе ситуация прощупывания почвы, это хождение по собеседованиям. Сам по себе Аркан не дает однозначного, знаете, как гарантии трудоустройства, но тем не менее по Пашу Жезлов у вас для этого есть все шансы. Самое главное, как говорит Аркан, проявите свою энергичность, покажите свое нутро, свой профессионализм. Тогда у вас для этого есть все шансы. Что вас ожидает в плане финансов? Перевернутое солнце. Солнце и в перевернутом положении солнца. То есть с позиции финансов у вас будет все более чем замечательно. Единственный аспект, который говорит по солнцу, это либо будет задержка получения прибыли, либо получение прибыли в чуть меньшем размере. Например, если вы бизнесмен, дача от бизнеса, запланировали себе по бизнес-плану одну сумму, то она будет незначительно меньше того поставленного плана, который вы себе прописали. Но с позиции финансовой стабильности у вас будет все более чем замечательно. Так, что вас ожидает в плане здоровья? Перевернута тройка Пентакли. А вот здесь карты советуют вам вложиться в свое здоровье. Почему? Потому что перевернута тройка Пентакли в основном это, конечно, болезнь зубов и десен. Поэтому, если вас тревожат эти моменты, обратитесь к специалисту, уделите внимание, пройдите лечение. Потому что если на текущий момент вы этого не сделаете, то впоследствии вам это локнется и более кризисными состояниями, и более большими финансовыми тратами. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? Перевернута рыцарь кубков. А вот здесь ситуация не совсем приятная, но, тем не менее, озвучиваем как есть. Почему? Потому что перевернута рыцарь кубков – это ситуация лицемерия. То есть, либо партнер с вами неискренен, либо вообще, знаете, как Игорь Таркан, часто он трактуется, как забрать свои слова по обещанию жениться. То есть, если в прямом положении у нас эта ситуация в предложении руки и сердца, то здесь, знаете, мужчина скрылся с горизонта. Ну или в целом, это, знаете, могут быть отношения крайне натянутые. То есть, эмоциональные люди будут закрыты, много будет недосказанностей, много таких каких-то спорных моментов, выяснений взаимоотношений. Если вы на текущий момент одиноки, то, как говорит карта, ну, это ситуация разочарования. К сожалению, время встретить необходимого партнера еще не пришло, потому что перевернута рыцарь кубков, да, символизирует мужчину. Мужчину не того, который вам нужен. Это, знаете, такое вот что-то однодневное и проходящее. И совет от карт, как же они вам советуют провести месяц, старший аркан мир. Да что они вам советуют? Аркан замечательный во всех смыслах. Это открытие дорог, это открытие путей. Что такое мир? Это общение и в плане интернет, это какие-то новые связи, новые знакомства, новый круг общения, это какие-то переезды. Потому что мир – это карта далеких путешествий. Даже, я бы сказала, межконтинентальные, да. Допустим, проживаете вы в Евразии, уехали жить в Африку, либо просто путешествовать и так далее. Мир – это в целом сама по себе ситуация, что все будет хорошо. Живите, знаете, как не торопите события. Пустите все на самотек, у вас и так все замечательно. Мир, он просто показывает, что наслаждайтесь текущим моментом. Если у вас есть возможность, безусловно, отправьтесь в отпуск, отдохните, наберитесь новых впечатлений. Либо займитесь в отпуске своим здоровьем, поправьте здоровье. Все остальное приложится вам само собой. Поэтому здесь – это воплощение планов, реализация ваших идей, ваших желаний, ваших мечтаний. Как говорит карта, просто прислушайтесь к себе и плывите по нужному направлению. Все у вас получится, все у вас растется. Вот таким у вас выходит месяц. Я вам это искренне желаю, чтобы у вас все реализовалось только самое хорошее, самое продуктивное. Буду впоследствии от вас ждать обратной связи, как у вас проигрываются, либо не проигрываются мои расклады. Ну а с вами была Ева Лехцер. Еще раз вас благодарю за внимание и до новых встреч.